был вопрос от нашего подписчика как обстоят дела с пожарной безопасностью давайте я покажу на примере двух зданий как это сделано в подъездах в турции вот такой шкаф между этажами для пожаротушения есть огнетушитель кран который перекрывает что касается каждого этажа в жилом доме он обладает таким пожарным домом плюс огнетушитель ниже этаж еще один огнетушитель и сроки здесь двадцать четвертый год указан то есть это свежие огнетушители они проходят пломбировку да несмотря на то что этому дому фактически ну там 9 лет ему до 8 что-то 9 что там там вода перекрывается так что безопасность много вопросов было по поводу того как здесь с пожарной безопасности вот смотрите мы снимаем квартиру и здесь есть пожарный укав и также есть огнетушитель причем даже если старый дом то сроки огнетушители проверяются они обновляются перезаправляются либо новые закладываются подъезд в той квартире в которую мы снимаем выглядит вот так кляшку мы оставляем здесь два лифта на этаже но у нас здесь много квартир здесь квартиры небольшие застройщик это русскоязычный здесь выбрана значит такое направление небольших квартир по площади метражом они в среднем чуть меньше наверное 50 квадратов при этом каждая квартира три комнаты но мы снимаем считаю относительно недорого тем более уже практически начался сезон квартира состоит из трех комнат по факту она называется два плюс один что такое два плюс один вот мы сейчас зашли с вами это гостиная у нас плавно переходит как бы в коридор есть небольшая кухня но этот такой салон в сочинском формате это студия это как раз студия наверно квадратов 23-24 примерно так да но здесь еще есть пару комнат которые являются спальнями поэтому на данной этапе на данном этапе эта квартира нам обходится в 10 тысяч турецких лир что плюс мы ее снимаем с мебелью за аналогичную сумму многие снимают без мебели вот то есть приходится людям докупать кровати столы и стулья бывает даже стиральные машинки и так далее то есть из плиты устанавливают здесь обычно турки сдают там на полгода или на год примеру или более пустые квартиры вот а мы сняли ну может быть не такая там притязательная мебель не самая лучшая но тем не менее здесь все упаковано потолки высокий со здесь три метра потолки плит системы установлены ну это вам просто для примера потому что люди спрашивают сколько же стоит аренда поэтому я вам вот и говорю что аренда на мае месяц к примеру такой квартиры площадью около 50 квадратных метров с двумя спальнями нам обходилось 500 долларов много или мало это судить вам санузел здесь один обычно у турков больше санузлов особо показать нечего еще одна спальня сейчас еще одну спальню покажу диванчик и кровать небольшая комнатка совершенно я не знаю сколько метров 10 квадратных метров может быть меньше но при этом здесь два балкона и диванчик здесь выйдем на балкон покажу это маленький балкон есть чуть побольше на балконе стиральная машинка находится также здесь водонагреватель электрический и два блока сплит-систем в принципе когда они работают шум не сильный потому что сплит-системы инверторного типа мы их включали по моему один раз там подогреться это было в апреле месяце но здесь еще газ по квартирам не подключен потому что еще не все жильцы проплатили это подключение поэтому разводка то есть пока газом пользоваться не сможете новый дом это специфика всегда то когда все жильцы съезжаются которые купили квартиры все вносит наверно там какие-то депозиты заключают договора и тогда в дом пускают газ а пока здесь хоть и есть газовая плита но ее эксплуатируют от газового баллона тут стоит газовый баллон с редуктором с отсекателем на всякий случай вот и принципе этого баллона хватает на не знаю на полгода так как квартира небольшая и предполагается что в этой квартире будет жить там внутри человек в пример то и баллона хватит на полгода сплит-система телевизор стол сюда мы ничего дополнительно не докупали это причем от застройщикой здесь диван идет застройщика ремонт от застройщика вот это вот панель от застройщика мебель в санузле соответственно умывальник там до душевое ограждение квартира от застройщика продается с ремонтом то есть она продается уже я так понимаю с этим шкафом с этой кроватью это все даже шторы от застройщика идут представляете я просто помню нашу историю жизни в сочи и когда люди заезжают многоквартирный дом то каждый из них начинает делать ремонт и ремонт и длятся там по 5 по 6 по 7 лет да ну кто-то просто вы инвестировал деньги потом позже приехал начал делать ремонт и постоянно эти штрабление и так далее здесь же более комфортно когда вы покупаете квартиру в отличие там от анапы нам тоже пишут в комментариях да что вы там рассказываете про турцию вот лучше жить в анапе вот лучше жить в новороссийске там есть тоже хорошие комплексы да не спорю тоже там у вас есть хорошие комплексы но концепция чаще какая у нас строят дома муравейники на самом деле как вот как таковые что в турции нельзя назвать муравейниками потому что здесь практически на 90 процентов новый жилой фонд по две квартиры на этаже вот дом примеру да и справа и слева две квартиры на этаже 7 8 9 10 11 то получается 22 семьи живет и тут 22 44 семьи получается 44 семьи это не так много для одного бассейна если например бы жилой комплекс был бы например в анапе но там или в новороссийске я не знаю если там все вообще жилые комплексы с бассейнами то представьте сколько бы там семей жило ну наверно 500 семей это же тоже говорит о том какой будет порядок на территории будет ли чистая вода в бассейне ну что концепция в россии но у застройщиков заработать да это небольшие квадратные метры там студии двухкомнатные квартиры максимум трехкомнатные и как правило на этаже порядка десяти этих квартир ну минимум восемь да вот ну сочи например если взять в адлере премиальный жилой комплекс морская симфония такие прям высотки зеркальные красивые стоят на улице ленина и с видом прекрасным на море там тоже есть бассейн но там блин я не знаю по 300 семей живут я не хочу там что-то плохое говорить про сочи я просто говорю что в турции эти дома нельзя назвать муравейниками потому что на территории как сами видите тихо спокойно вот люди места парковочные есть никто тут не бегает никто не суетится нет такой вот кипящей бурлящей жизни что это не похоже на муравейник тут всегда тихо спокойно ночью тоже тихо спокойно комфортно жить в таких комплексах несмотря на то что ты живешь много квартирном доме да не такое уж большое количество человек там проживает и не так много от них шума вот такой вот ролик считаю что на данный момент аренда в цене подросла и наверное такую квартиру уже с мебелью сто процентов не найти ну минимум можно найти что-то за 15 тысяч лир 2 плюс 1 вот я кстати искал квартиру 2 плюс 1 здесь напротив 750 долларов в месяц это один один вариант всего лишь я обнаружил за месяц поисков потому что у нас здесь аренда заканчивается и мы должны отсюда съехать и мы сейчас ищем квартиру точнее мы ее уже нашли и будем снимать квартиру без мебели может быть и здесь бы продали да ну здесь заезжает другой уже заранее было забронирована эта квартира на летний период поэтому мы переезжаем туда будем покупать соответственно и мебель и технику она пустая но при этом стоимостью этой квартиры прилично больше 1000 долларов более точно я вам потом скажу там еще плюс айдат плюс эти все платежи это получается долгосрочная аренда у нас и поэтому мы туда будем покупать вещи такие как телевизор стиральная машинка кровать стол стулья и так далее то есть как раз будем показывать вам как мы обустраиваем свой быт сколько это все стоит я думаю что вполне возможно снять квартиру и дешевле чем те цифры которых я говорю но это не будет центральной локации города мерсин это будет все-таки наверно ближе в сторону эрдемли и сторону т.д. ну хотя т.д. тоже находится мездит ли но в общем все что дальше там арпач бахшиш тамюк как повлияет сезон возможно и там цены подумают местные турки приезжают также отдыхать к морю и это тоже разгоняет цены то есть рост цен сезонный он есть и повышается также айдаты дополнительные сборы берутся за то что обслуживание бассейна происходит какое-то обновление территории этом летом тоже это тоже все влияет соответственно на стоимость аренды если кто-то планирует до приехать и на некоторое время снять квартиру там примеру на месяц на два для того чтобы подыскать себе какой-то вариант для постоянного места жительства то готовьтесь что эта сумма минимум наверное будет 500 долларов если вы хотите все-таки найти что-то уже с мебелью с техникой чтобы зайти под ключ вот на два месяца сняли и пока у вас есть эти два месяца легального нахождения в турции но вас даже есть три месяца до вы можете через два месяца сделать visa run то есть выехать примеру в грузию заехать обратно Да и у вас еще месяц появляется 30 дней так что у вас принципе кто приедет сюда просто отдохнуть то два месяца если вам нужно найти здесь жилье определиться вообще ваш а это место не ваш это у вас даже есть три месяца да и то есть вы за это три месяца если что-то найдете себе по недвижимости вы можете это Приобрести там уже в последние дни, когда у вас там 85 день, да, к примеру, оформить сделку и подать сразу на ВНЖ. С того момента, когда вы подаете на ВНЖ, у вас начинается срок легального нахождения в Турции, несмотря на то, что сроки безвизовое нахождение в Турции у вас вышли. Потому что сроки вышли, но вы подали документы, анкеты подали на ВНЖ, у вас назначено рандеву, собрали все пакеты документов на основании того, что у вас куплена квартира, недвижимость. И вы можете охотиться легально в Турции уже до того момента, пока вам дадут ВНЖ. По поводу ВНЖ, мы, наверное, снимем один ролик, но я скажу, что ВНЖ получить в Мерсене можно. Есть закрытые районы, есть открытые районы, есть открытые районы возле моря, достаточно выбрать есть чего, как и в центральном Мерсене, так и туда в сторону Эрдемли, Тамюк, Таджи, там тоже открытые районы. Тут единственное, что в аренду, да, есть такие кейсы у ребят, у кого-то проходит и первичное одобрение туристическое, но это очень редкий случай и на это надеяться не стоит. Наверное, на 95% всем отказывают. На текущий момент я просто наблюдаю в группах отказы по ВНЖ в Мерсене и вообще ВНЖ в Турции, я смотрю группы в Телеграм, и кому-то одобряют продление, у кого-то идет воссоединение. У кого-то воссоединение семьей, допустим, жена с детьми живет в Турции, приехал муж. Они уже живут там, ранее по туристик продлялись, и у них уже, ранее у них уже было ВНЖ по аренде. Приехал муж, к примеру, ему дают там возможность, значит, но опять же нельзя про все случаи говорить. Это не стоит на это надеяться. То есть, однозначно можно сказать, что на сегодняшний день в Турции, в частности в Мерсене, 100% можно получить ВНЖ по праву владения недвижимостью. Но самый главный момент, что эта недвижимость должна, оценочная стоимость ее должна быть 75 тысяч долларов. Что такое оценочная стоимость? То есть, перед покупкой квартиры, перед ее переоформлением на нового собственника заказывают экспертизу. Эксперт делает оценку стоимости квартиры. Также он там составляет план дома, составляет план квартиры, территории, описывает все ее характеристики, метражи и так далее. И указывает какая-то рыночная стоимость. Так вот, должна оценка быть не менее 75 тысяч долларов, чтобы получить одному члену семьи ВНЖ по праву владения этой квартиры. Остальные там, супруг, допустим, собственника, он уже идет по туристик и детям автоматически дают ВНЖ. То есть, супругу дают ВНЖ туристическую, на основании того, что у второго супруга есть собственность в Турции. И это работает, и таким образом люди здесь находятся легально, продляют потом ВНЖ свою через год или через два. От чего зависит, например, насколько вам дадут по праву владения квартиры ВНЖ, зависит от срока, на который вы оформили строковку медицинскую. Если вы оформите медицинскую строковку на два года, то вероятно, что вам дадут ВНЖ на два года. Оформите на год, вам дадут на год. Вот эти все моменты по поводу ВНЖ мы сделаем отдельный ролик. Я покажу еще какие документы, какой пакет документов для подачи на ВНЖ. И вот так вот углубимся. Еще, наверное, вы зададите какие-то вопросы в этом видео по поводу ВНЖ. Тем более, мы эту информацию на данный момент всю актуализировали. И я, как бы, ее, может быть, не первый... Я, конечно, не первый источник, да, но нас этот вопрос интересовал. И мы консультировались как у адвокатов, как у агентов по недвижимости, как у тех, кто помогает получить ВНЖ. Непосредственно сами ездили, соответственно, в государственные органы. И некоторые моменты для себя узнавали, уточняли. Ну, а всем вам желаю хорошего настроения. Путешествуйте, приезжайте в Турцию. Если у вас есть такая возможность, приобретайте недвижимость в Турции. Ищите для себя выгодные варианты. Они здесь на самом деле есть. Все зависит от локации. Поэтому я думаю, что здесь на любой карман есть недвижимость. Но учтите, что ВНЖ дают по оценке от 75 тысяч долларов за квартиру. Все нюансы по ВНЖ мы сделаем в отдельном ролике. Вопросики можете уже здесь накидывать, и мы их в отдельном видео на них ответим. И спасибо вам за ваш теплый комментарий. Большая часть подписчиков все адекватные люди. Неадекватных сразу отправляем в бан. Поэтому нет смысла там какой-то срач разводить в комментариях. И тратить время с кем-то спорить, что-то там объяснять. Я сразу блокирую таких людей и все. Лучше уже ответить на целевой полезный вопрос. Человеку будет какая-то информация от нас. Всего хорошего вам. Будьте оптимистами. Идите к своей цели, если она у вас есть. Не сдавайтесь. Впереди только самое лучшее. И не оглядывайтесь на какие-то неприятности, невзгоды. Если вы идете к своей цели, вы этого добьетесь. Увидимся в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok